В Чувашии должно увеличиться число спортивных клубов на предприятиях. Это одна из задач соглашения, подписанного на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Физическую культуру на предприятиях власти республики будут развивать совместно с обществом трудовые резервы. Глава региона отметил, что сейчас в регионе действует более 40 спортивных клубов. В Чувашии каждый год проходят спартакиады среди работников здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Основная инициатива заключается в том, чтобы поднять уровень систематически занимающихся спортом граждан до 55% в нашей стране. Это задача президента, это его майские указы. Соответственно, решение по открытию таких ФСК – это одно из таких решений. Мы работаем с предприятиями, мы работаем с компаниями, мы готовим персонализированное предложение. Директорам, которые видят историю своего спортивного предприятия, мы предлагаем подход, при котором рассказываем и говорим, что при одном вложенном рубле в сотрудника физкультуры и спорта, здоровый образ жизни, он на выходе получает от 2 до 5 рублей экономического прироста. Но у вас губернатор очень спортивный, поддерживает всегда эти начинания, сопредседатель рабочей группы Госкомиссии президента по спорту. Поэтому у нас взаимопонимание нашлось сразу, и сейчас уже будем приступать к реализации намеченных планов. С председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» глава республики обсудил строительство скоростной трассы «Москва-Казань». Ее протяженность в Чувашии составит 89 километров. Также Михаил Игнатьев провел переговоры с руководителем машиностроительной индустриальной группы концерно-тракторные заводы. Как отметил Андрей Водопьянов, в этом году только на предприятии в Канаше планируют увеличить в три раза объемы выпуска вагонов. Занимаемся качеством бульдозеров. Средняя заработная плата возросла уже на 20%. Мы приглашаем уважаемые жители республики к нам на работу. Мы готовы создать для этого все условия. Мы уже более тысячи человек приняли, еще готовы принять порядка полутора тысяч человек. Заказы есть, мы уверены в будущем. Особенно это касается Канаша.